Он здесь отдал некое даже распоряжение по поводу деревьев исторической зеленой дубравы. Кстати, к природоохранным мероприятиям, как это иногда трактуется, это не имеет ровным счетом никакого отношения. Его дубы интересовали к другому отношению. Однако не этот, несомненно, любопытный факт определил устойчивый интерес к теме музея-заповедника Куликова. Раньше я говорил о тех научных задачах, которые преследуют изучение историканов. Но есть в этом изучение аспект, в разработке которого прямо заинтересованы музея-заповедника. Дело в том, что границы территории проходят по руслу Дона на участке, некогда входившем в трассу Канала. На этом участке находился, в частности, шлюз 31 у села Монастырщина, где-то вот здесь, который на этом слайде. Это его гидрография на слайде. Но если брать территорию шире, в границах охранных зон немного больше, то в нее попадают еще два шлюза. Это шлюза у деревни Старожевая и Дубрава, сейчас она по-другому называется, и у деревни Прилипки. Она так и называется сейчас. Хотя исторический период и содержание событий, связанных с каналом весьма далеки от ключевого для этой территории события Куликовской битвы, музей-заповеднику данного профиля, он военно-исторический и природный, они, как легко заметить, тоже не чужды. Вот смотрите, одно из естественных для природного заповедника направления научной работы, это изучение воздействия человека на природную среду. Занимаясь полевыми исследованиями Ивановской водной системы, мы изучаем участки ландшафта, которые испытали многократные разнонаправленные воздействия со стороны человека. Их следы сохранились и во многих случаях могут быть расшифрованы. То есть по координате природный заповедник, изучение того, как в состояние этой природы вмешивался канал, представляется весьма уместно. Трудно заметить точки соприкосновения Ивановской водной системы и ее истории с профилем музея-заповедника и по координате военно-исторический. Строительство Ивановского канала, прямое следствие взятия Азова, первой победы Петра Воина. И, соответственно, завоевание и начало хозяйственного освоения России при Азоне. Роковое для его канала судьбы торможение работ прямой результат военной неудачи Петра в Крутском походе и последовавшего за этим временного отступления России в ее хозяйственном и политическом продвижении на юг. Ивановский канал – памятник военной истории России без всяких преувеличений и жонглирования словами. Итак, исследования канала с Куликовым полем, несомненно, связаны. Но это исследования, наука. А какие непосредственно музейные приложения мы здесь можем или мы здесь имеем или точнее можем иметь? Как можно использовать его канальные древности во контексте развития территории? Материал для музейных приложений на сегодняшний день еще аккумулируется, собирается. Но общих направлений и возможностей прорисовывается все отчетливо. Когда вопрос будет достаточно разработан в научном плане, можно. Значит, все, что я говорю дальше, это не есть прямые утвержденные планы музея Куликового поля. Это авторское видение, обсуждавшееся с коллегами, но это все-таки видение того, что можно было бы из этого сделать. Итак, можно было бы, первое, воссоздать один из шлюзов, допустим, под монастырщиной, с воспроизведением форм и размеров объекта Петровского времени. Это может быть как макет, так и действующее гидротехническое сооружение. Но в рамках того, что делает сейчас музей, это, в общем, не такое уж и большое дело. Это не те 33 шлюза, которые здесь были когда-то, и каналов, которые не знают. Второе. Можно, а мне кажется, нужно воссоздать Петровский домик-два-ляция. Как уже говорилось, выявлено описание такого домика, стоявшего у Ивана Осера, содержащего размеры помещений и сведения об их назначении. Работу облегчает наличие сохранившихся аналогов, прежде всего, домиков в Петербурге и Московском-Коломенском. Ну, Коломенский он не родной, Коломенский он из-под Архангельска перевезен, но все равно он подлинный. Вообще же, кстати, Петровских домов и домиков много. Буквально в прошлом году вышел большой том, такого альбомного формата, но он и толстый, он том книги, которая называется «Дома и домики Петра Великого». Туда, слава Богу, вот и мой материал вошел по Иван-Озерскому домику, но важно не это обстоятельство, а то, что там других много. И там выявлены данные как о домиках и домах, которые сохранились, так и о домиках и домах, которые были и которые существуют в виде описания. То есть аналогов много. Воссоздаваемое здание может быть размещено на новой, более удобной для музея площадке. Такая практика существует. Вообще, я в свое время целую большую статью написал, пытаясь разобраться, а где же в районе Иван-Озера, села Иван-Озера мог стоять этот Петровский домик, но, к сожалению, сейчас у нас данных достаточных, чтобы начинать там какие-то археологические исследования, все-таки не хватает. А если не знаем где, то вполне можем поступить, как поступили при воссоздании дворца Алексея Михайловича в Коломенском. Он же ведь стоит не на родном месте. На родном месте там подлинные законсервированные археологические остатки, а он в трех километрах от этого места поставил. Далее. Можно воссоздать один из элементов инфраструктуры Петровского времени. Небольшой участок царской дороги Москва-Воронеж 1703 года. Одной из первых дорог в России с европейского образца, как я вам уже говорил, с деревьями, столбами и прочим. Но речь не идет о том, что надо дорогу построить. М4,5. Нет, там можно просто участок сделать недалеко от этого дворца, от комплекса, который покажет, как это тогда выглядело. Это может тянуться всего метров на 500. И это, соответственно, не будет означать больших затрат. Как результат? Опираясь на результаты научных исследований, можно получить новый экспозиционный комплекс, связанный с инновационным проектом, переломного для России времени, персонально с пребыванием в этих местах Петра Великого, выдающегося деятеля национальной культуры. Такой комплекс без всякой натяжки вписывается в концепцию музея-заповедника, вместе с тем, будучи во многих отношениях уникальным, усиливает его своеобразие. Отдельные элементы комплекса, шлюз, могут использоваться для насыщения историческим материалом, маршрутом водного и культурного, и спортивного, и так далее, туризма. Другие воссозданные домик-дворецы могут использоваться в экспозиционных целях. К подходящему юбилею, а их впереди немало, сейчас скажу, по Петровскому маршруту, воссозданным участком Петровских дорог, можно провести водный и пеший поход, пробег эстафету и так далее, параллельно проводку маломерных судов по подходящему для этого участку трассе исторического канала. В общем, чего не придумаешь, вдохновленные проектом «Москва-Высюки». Да, перечисленная пока, естественно, только фантазия. Что? Удастся. Вариант «Удастся ли что-то» делать в условиях тотального сокращения бюджетов покажет время. Удастся ли. Пока можно сказать только то, что разработаны детальные планы исследовательских работ, они, видимо, будут продолжаться. План обсужден на ученом совете музея, в общем вызвал в общих чертах одобрения. Как и прежде, работы должны включать полевые, камеранные исследования, по их результатам планируется подготовить научную монографию, издать документы и так далее. В 17-м году, в 2017-м, исполняется 310 лет первой и единственной проводки судов по трассе канала. Была такая. Ну, правда, она не подтверждена документально, но, тем не менее, устойчиво упоминается в литературе с начала 19-го века. Якобы там даже 300 судов провели, но, во-первых, наверняка и суда были размером с лодку, а, во-вторых, многовато будет что-то. Не за горами юбилей большего, общегосударственного значения, 325-летие российского флота, если отчитывать его начало от пуска на воду первых судов в Воронежской флоте. Ну и, наконец, 2022 год. 9 июня, 350-летие со дня рождения Петра Великого. Времени до этой даты как раз достаточно, чтобы спокойно к нему, к юбилею, подготовиться. Невозможно, да уже и не нужно, в полном объеме завершить дело, начатое Петром Великим у Ивана Козева. Однако хочется верить, что его замысел в приближенных к нашим временам формах, формах, в первую очередь, музейных, может быть и будет, но прощу. Благодарю за внимание. Скажите, а домик Петра был большим? То есть как бы... Не большим. Это была... bлагодарю за внимание. Продолжение следует...